Не обошлось без южноуральцев и на открытии 22-х Олимпийских игр в Сочи. В одном из самых масштабных номеров под названием «Индустриализация» участвовал челябинский студент. О том, как Иван Жернаков попал в Сочи, какая атмосфера была там в самом центре грандиозного действия, расскажем в следующем сюжете. Иван мог бы стать хоккеистом, но его мама, побывав на тренировке, сказала, на таком холде заниматься для здоровья опасно и отдала сына в спортивную гимнастику. Его достижения в спорте и цирковом искусстве не остались незамеченными. Ивана пригласили участвовать в открытии Олимпийских игр в Сочи. Роль ему досталось не из легких – приводить в движение огромное колесо. Само передвижение в колесах было сложно. Колесо весит вообще 600 килограмм. И мы бегали там вчетвером. Тяжеловато его передвигать. Стоял на ушах. Вообще волновались все. Особенно перед выходом. Когда были два прогона, практически волнения не было. А когда именно седьмого числа выходили, всех мандраж, вообще паника. Ну ничего, вышли, все отработали. Поначалу челябинца пригласили тренировать артистов. Но в итоге решили оставить как участника. Всю атмосферу грандиозного выступления он в буквальном смысле прочувствовал изнутри. Для того, чтобы вот так выступить на открытии, пришлось тренироваться два месяца. На вопрос о плохой организации отвечает смехом. Говорит, все это неправда. Допустим, американцы вот говорят, а русский переводят. Чтобы не было путаницы, чтобы все синхронно было. На самом деле организация хорошая. Поначалу, возможно, да, там суета была. А потом все нормально. В Челябинске Иван надолго не задержится. Сдаст сессию и вернется в Москву, где работает в Росгосцирке. Но и в столице долго оставаться Иван, похоже, не собирается. Недавно ему поступило предложение выступать в Голландии. Анастасия Мельникова, Кирилл Данько, СТС, Челябинск. Шесть детей, 11 внуков и 15 правнуков. У жительницы Челябинска Зинаиды Пастуховой не только огромная семья, но и солидный возраст. Ей исполнилось ровно 100 лет. В гостях у вековой юбилярши побывала наша съемочная группа. Около маленького дома в Першино нас встречает младший сын юбилярши Сергея уже 60. По меркам его матери совсем еще молодой. Она бы и сама рада выйти гостям навстречу. Но в последнее время у Зинаиды Пастуховой побаливают ноги. А ведь еще год назад, когда ей было 99, вспоминает она, и за огородом ухаживала, и хозяйство содержала. У долгожительницы Зинаиды Степановны шестеро детей, 11 внуков, 15 правнуков и даже одна проправнучка. Буквально вчера с двухлетней Ксюшей бабушка Зина совместно задувала свои 100 свечей на торте. К слову, торжество по случаю солидной даты у юбилярши продолжается уже который день. Сегодня она принимает поздравления от общественного движения «Соцгород». Вот ваш сын пришел к нам в общественную приемную депутата Андрея Барышева. Пришел и написал заявление. Вот нашей маме будет 100 лет. Мы просим вас прийти и ее поздравить. В подарок от фонда – теплый плед, огромный букет и торт. Сын подливает матери чай, а Таня перестает улыбаться. Говорит, самое главное, чтобы все были здоровы и вырастили так же много детей и внуков. Ведь дружная большая семья – это один из секретов хорошей и долгой жизни. Когда она живет, как бы прибавляется энергия для дальнейшей счастливой жизни. Потому что, когда мама есть, все к ней притягиваются, все собираются. И от этого ощущение счастья и радости в семье получается. Каждый год в честь праздника Зинаида Степановна пекла пироги до блины. На этот раз пришлось обойтись покупным тортом. Юбилярша даже немного расстроилась. Говорит, собраться бы с силами, да как полвека назад напечь пирожков на всю большую компанию. Наталья Хованский, Георгий Крысанков, СТС, Челябинск. Одной легендой больше. Сегодня в центре города установили памятную доску, посвященную бывшему руководителю Челябинского автомобильного училища. Вадим Зюбко 20 лет стоял у руля военного вуза. С его именем связывают все самые значимые улучшения в учебном заведении. С нового памятного места. В Челябинске наш корреспондент. Его приравнивают к легенде. Вадим Михайлович Зюбко прошел всю войну, командовал батальоном. А когда вернулся, возглавил Челябинское автомобильное училище, которое некогда сам окончил. На открытие мемориальной доски пришли воспитанники и бывшие коллеги генерал-лейтенанта. Отзывчивый, очень внимательный ко всем. Всегда можно было у него поддержку найти. Это очень хорошая память будет. Желательно бы еще такой памятник иметь на территории училища, который, к сожалению, сейчас приходит в убыток. Памятную доску установили на здании, в котором когда-то жил прославленный генерал-лейтенант. Открытие приурочили к его дню рождения. 12 февраля Вадиму Михайловичу бы исполнилось 93 года. Право представить памятник публике получили сын и внук бывшего руководителя автомобильного училища. Был человеком добрым, таким, он из интеллигентной семьи, он никогда не позволял себе каких-то нецензурных выражений. Кстати, потомки военного деятеля продолжили дело своего предка. Сын и внук тоже выпускники Челябинского автомобильного. У меня сейчас нету детей. Надеюсь, если будут, то, конечно, хотелось бы, чтобы продолжали традиции. Но, видите, училище сократили, сейчас тяжело как-то думать об этом. Вадим Михайлович Зюбков возглавлял автомобильное училище с 64 по 84 год. Под его руководством издана книга об истории учреждения. Благодаря усилиям этого человека удалось превратить училище в институт. Александр Куликов, Олег Салпанов, СТС, Челябинск. Наши в эти дни не только на Олимпиаде. Сразу две южноуральские девушки готовятся к одному из самых престижных конкурсов красоты – Мисс Россия. В список 50 самых красивых девушек страны попала и 20-летняя Челябинка Екатерина Дорохова. Катя в модельном бизнесе не новичок, карьеру начала в 9 лет. Как пишет о себе девушка, увлекается изучением буддизма, в свободное время любит читать философские книги и книги по психологии. Кстати, отбор на конкурс проходил в 80 регионах страны. Заявки на участие подали более 50 тысяч девушек. Вместе с нашей Екатериной Дороховой на корону королевы красоты претендует и модель из Магнитогорска Анастасия Лавренова. Конкурс состоится 1 марта. Пока же идет голосование за красавец на официальном сайте конкурса «Мисс Россия». Сегодня свой профессиональный праздник отмечают брачные агентства. В преддверии Дня всех влюбленных тема второй половинки особенно актуальна. Есть ли в делах сердечных специалисты и как они могут помочь, выяснял наш корреспондент. Светские балы, базары и даже церкви. Свою любовь, утверждает директор брачного агентства, люди искали везде и всегда. Но тут же добавляет, верить советам глянцевых журналов и искать мужа в спортзалах или строительных магазинах все же не стоит. Туда ходят или с женами что-то выбирать, или ходят мастера-прорабы, запыленные цементом, или мужик в состоянии ремонта, ему вообще ничего не нужно. Любви, уверяет Ирина Владимировна, покорны не только все возрасты, но и профессии. Найти вторую половину мечтают врачи, менеджеры среднего звена и начальники крупных компаний. Мужчин же среди обратившихся лишь треть, зато с самыми искренними чувствами. Сейчас тенденция все-таки ориентируется на любовь, хотя она не залог долгой жизни. По статистике, браки, заключенные исключительно, где ведущим словом было слово «любовь», чаще всего не доживают пятилетнего рубежа. У нас, опять же, по статистике, на тысячу браков приходится 800 разводов. Три года назад любовь официально была внесена в реестр заболеваний. Подхватить такой сердечный вирус челябинцы предпочитают скорее на улице, не прибегая к помощи агентств. Я считаю, если ты нормальный пациент, ты сам можешь найти. Зачем куда-то обращаться? Да зачем? Мне самому нравится этот процесс, и мой выбор я сам убираю. Тем более, зачем лишний раз деньги отдавать за то, что могу сам сделать? Да так в жизни можно познакомиться. Сейчас есть интернет, чего только нет. Где тогда познакомиться с хорошей, приличной девушкой? Как я. На улице. Где угодно. На улице, в ресторане. О, с нормальным парнем. Знала бы я. Познакомилась бы. В клубе, в кафе. А где девушки найти хорошего парня? Везде. Они есть везде. Мила Янкина, Александр Андреевшагов, СТС, Челябинск. На этом у меня все. В студии работала Юлия Анфуалова. Далее вас ждет прогноз погоды. Удачи и увидимся на СТС. 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 СТС.